Барханчик, замечательный пёс-старичок, который имеет огромное желание жить. К сожалению, ситуация с Басей, сельского мини-приюта, совсем плохая, улучшений нет. Уже неделю он не выходит на улицу, что будет дальше, хозяйка не знает, время покажет. Главное, чтобы он хоть как-то начал передвигаться. Ну а пока он сел на диету и начал кушать полезную для его суставов пищу. То есть, как и собирался волонтёр, начала варить ему холодец и давать гайвяжьи хрящи и жилы. В надежде, что это хоть как-то чем-то ему сможет помочь. Казалось, что проще и дешевле купить лапы и выварить, чтобы получился холодец, но не тут и обошлось не без сюрпризов. В субботу мы ездили за покупками. У волонтёра был просто шок. Какие-то лапы, которые раньше стоили копейки, сейчас стоят целое состояние. 65 рублей килограмм лап. Это куда мы катимся. За шею говяжьи жилы вообще молчим. 85 рублей за килограмм. Как кормить животных? И говорят, что это ещё не предел. То есть, повышение цен ещё раз будет. Дорогие наши волонтёры, очень благодарны за вашу поддержку. За то, что вы помните о нас и помогаете кто как может. Без вас нам просто не выжить. Это нелёгкое время. Если бы хотя бы просто кормить, но у женщины много стариков и больных, которых надо лечить и соблюдать диету. Таких, например, как Бася. Без правильного питания ему не подняться на лапы. А это значит, всё, что мы делали, будет напрасным. Это огромный, замечательный старичок, которому жизни досталось. Несмотря на это, у него огромное желание жить. Пожалуйста, помогите нам. Людмила Чернецкая одной не потянуть его диету. Помимо его надо кормить остальных. А она сейчас даже не может купить нужное количество продуктов и корма. Всё, что женщина смогла купить на выходных, это 2 кг говяжьей жилы и кости, 25 кг спинок, 6 кг лап для холодца, упаковка пурины и мешок пробаланса, 10 кг рыбы и 3 упаковки белизны, 30 штучек амура в пакетиках. Этого очень мало для приютских животных, на неделю не хватит, почти в 2 раза меньше нашей обычной закупки. На следующих выходных покупать продукты не за что. А ещё надо отвезти мусика на рентген. Пожалуйста, помогите.